Сотрудники Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в нашем городе уже в третий раз. В этом году они представили саровчанам копии работ русских иконописцев. Я призываю не бояться этого страшного слова – копии, потому что эти копии были созданы благодаря уникальной методике, которая воспроизводит малейшие нюансы, малейшие частицы образа оригинала. Каждый год коллекция музея пополняется новыми экспонатами. Сотрудники выезжают в заброшенные храмы, сел и деревень и находят древние образы в самых необычных местах. Некоторые из икон использовались в качестве дверей, столешницы и полок в сараях. После этого с каждой найденной реликвией работают хранители, реставраторы и художники по восстановлению первоначального вида. Главная задача любого музея – это в первую очередь сохранение, популяризация, публикация. Это все уже потом. А сначала, наверное, музей создаются для того, чтобы сохранить, сохранить для потомков. Одна из самых ценных находок музея – икона Спаса Вседержителя. Ей отведено особое место на выставке. Ее история начинается в далеком 13 веке. В сокровищницу музея Элик Святого попал несколько лет назад. Был такой художник Василий Яковлевич Ситников. Он был ценитель, собиратель, тоже древней живописи. Он подарил в музей икону, которая после раскрытия, после проведения реставрационных работ стала, наверное, главной жемчужиной нашей коллекции. Зрители получили возможность познакомиться с разнообразием иконописного наследия русских мастеров. Смогли увидеть образы, написанные для храмов и домашних иконостасов. А также открыли для себя неповторимый мир русской иконы и познакомились с особенностями художественного языка мастеров иконописи – Москвы, Тверинь, Новгорода, Ростова, Поволжья, Русского Севера. Мы получили большое-большое удовольствие, побывав на этой выставке и услышав сокровенные мысли и сокровенные работы, как создавались эти работы. То есть мы в восторге. Впечатление такое самое трогательное, самое благостное. Ну, в общем-то, очень понравилось. Приобщиться к искусству старинных иконописцев могут все желающие. Выставка в городском музее продлится до середины января 2019 года. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.